Всем привет! Нас часто спрашивают будущие студенты и наши подписчики в комментариях, как можно поступить в ВУЗ Китая без знания китайского языка. Сразу скажем, что это, конечно же, возможно. В сегодняшнем видео мы сравним два возраста выступления в Китае через стандартный языковой код, в котором есть большинство в ВУЗе Китая, которые принимают усилий иностранных студентов на обучение, через расширенные программы при кузовской подготовке IFE, International Foundation Program. Сравниваем их по семи критериям. Поехали! Первое, немаловажное отличие – это подготовка по китайскому языку. В ходе отучения при кузовской подготовке вы получите знания не только по базовому китайскому языку, но также по академическому и предметному. Академический китайский язык – это расширенная программа, на которой вы получите знания, необходимые вам для написания эссе, тестовых работ, экзаменационных работ, рефератов, а также научитесь работать с первоисточниками. Предметный же китайский язык – это, в первую очередь, работа с терминами, необходимые по выбранному вами профилю. Студенты изучают основные предметы, тесно связанные с выбранными специальностями – это бизнес, гуманитарное направление и техническое. В общем, вы научитесь излагать свои мысли узно и письменно, выступать на публику, писать эссе, рефераты и прочие виды работ, а также хорошо улучшить свой разговорный китайский язык, потому что у вас будет возможность общаться с преподавателями, одногруппниками и друзьями в Китае. Второй пункт – это словарный запас. Программа направлена на подготовку студентов для поступления в вузы, а также, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно уже непосредственно на учебе в Китае, то есть могли вести конспекты, участвовать в дискуссиях на парах и, в принципе, хорошо усваивать материал. Для этого необходима лексика приблизительно ЧСК-5, а это, между прочим, уже повышенный уровень знаний китайского языка – около двух с половиной тысяч слов. Еще раз напомним, что мы говорим об улучении китайского языка с нуля или с минимальным знанием, то есть ЧСК-1-2. И, к сожалению, за год на обычных классических языковых курсах максимум, чего вы можете достигнуть – это ЧСК-4, потому что программа там недостаточно обширная и, соответственно, результат будет средненьким. Пункт 3 – это выбор вуза. По результатам прохождения предвузовской подготовки IFP вы сможете поступить в один из 37 китайских вузов консорциума. Это значит, что при хорошей или отличной успеваемости у вас есть шанс получить полный или частичный грант. А это значит учиться полностью бесплатно или с очень большой скидкой. Кстати, в нашем телеграм-канале есть постоянная рубрика «Вопрос-ответ», в которой мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. переходите по QR-коду, будет где-то здесь, на канал, подписывайтесь, оставляйте свои вопросы в комментариях, и мы обязательно на них ответим. Следующий четвертый пункт – это сдача экзаменов. И этот момент непосредственно связан со всеми предыдущими. Итоги вашей предвузовской подготовки учитываются при поступлении в вуз. Это значит, что вам не нужно сдавать никакие дополнительные экзамены ни в один из университетов консорциума. Будут учитываться только ваши результаты IFP, то есть результаты итоговых экзаменов, общая ваша успеваемость и посещаемость. Да, посещаемость очень важна, преподаватели строго следят за этим, поэтому, конечно же, прогуливать не нужно. Критерий номер пять – культурная адаптация. В программу предвузовской подготовки для всех студентов на обязательной основе входит курс «Обзор китайской культуры». Этот курс помогает студентам лучше понять менталитет людей, живучих в Китае, а также историю и культуру страны. Пункт номер шесть – решение вопросов. Когда студент приезжает в Китай, конечно же, возникает множество вопросов касательно учебы или проживания на территории кампуса. Обычно поддержку по подобному роду вопросов оказывает Центр по работе с иностранными студентами вузов. Но также у ребят, которые обучаются на предвузовской подготовке, будет возможность получить помощь от отдела сопровождения ССН. Наш отдел сопровождения постоянно на связи, мобильно оказывает помощь и помогает решать все возникшие сложности и вопросы. И седьмой критерий – это связь с работодателем. Конечно же, вузы всегда заинтересованы в повышении квалификации своих студентов. И China Campus Network, помимо вашей академической успеваемости, также старается заботиться и о дальнейшем трудоустройстве по окончанию университета. Для этого мы предлагаем нашим студентам программы стажировок, ярмарки вакансий и встречи с работодателями, а также многое другое. На этом мы подходим к концу. Но в следующих видео мы обязательно подробно расскажем о том, как проходит сама предвузовская подготовка и какие отличия есть на различных направлениях предвузовской подготовки. То есть на гуманитарном, бизнес- и техническом направлении. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите к нам в комментарии, и мы точно на них ответим. Спасибо.